Россияне серьезно разгневали природу, и теперь она и мстит по полной программе. Уже давно нет сомнений, что это все карма, которая обрушилась на них из-за нападения на Украину. Так сегодня вы увидите, как по Башкирии прошелся смерч, как тонут российские города после ливней града, как град бьет российские огороды, как дроны впервые атаковали аэродром Моздок, как в оккупированном Луганске жалуются на прилеты и говорят, что раньше такого никогда не было, а также много другого. По Башкирии сегодня впервые прошелся смерч, повалив деревья и столбы электропередач. Также Вихарь поднимал вверх автомобили и швырял их по сторонам. Торнадо. А вы говорите, в Башкирии торнадо нету. Вот и торнадо. Три моря, она жирнеет. Жесткая. Первый раз вижу торнадо. 8 июня в Неверпу России. Сейчас нормально ползу, моложено ветром, смерч поднял и выкинул по дороге. Сбагнала рвала вата. Спасибо. Продолжение следует... ... Тем временем в оккупированном Луганске жалуются на прилеты и говорят, что никогда такого не было. Россияне врали, что Луганск бомбили 9 лет. И если бы это было правдой, то он давно бы был похож на Бахмут или Авдеевку, которую разбомбили войска РФ. В общем, я просто дом ходуном ходил, один из прилетов прям рядом со мной, в других частях города. Но таких звуков мы не слышали уже давно. В 2014 году в последний раз я слышала такие взрывы. У нас постоянно прилеты бывают, но как в последнее время чаще участились. Но такие именно как сегодня были звуки, это просто... Это, конечно, это жесть. У меня жиры, руки дрожат до сих пор. Поэтому с утра было такое классное настроение. Выйти, куда-то пойти, что-то поснимать, а сейчас не хочется ничего. Понятное дело, что постоянно не будешь грузиться, надо выходить с этого состояния, потому что мы уже давно живем во всей этой обстановке. Но, блин, сегодня я испытала шок. Поэтому как-то настроения нет вообще. Тем временем некоторые россияне понимают, что это они агрессоры и не боятся говорить правду. Слушайте, но гордиться тем, что ты родился русским, это то же самое, что гордиться тем, что ты родился, например, во вторник. Россияне, успокойтесь. Вы не сверхнация, наша страна не сверхдержава. Не существует никакого величия. Мы на данный момент захватчики чужих территорий. Мы принесли нескончаемую боль украинцам, тех, на чьих землях у большинства из нас сейчас живут родственники. Нападать на тех, кто меньше тебя, это не величие. Убивать мирное население на их территории, это не героизм. Мы совершаем преступления, за которые придется отвечать. Наши связи тесно переплетены. Мы убиваем тех, с кем многие семьи россиян имеют родственные связи. Солдаты именно нашей армии, все земли Украины залили курицу. Вы выбрали веру бункерному деду и верите пропаганде вместо здравомыслия. В 2014 году именно наши войска нарушили границы Украины, и этому есть доказательства. Если бы Гиркин Стрелков с армией России не нарушил границу суверенного государства Украины, не было бы сейчас никакой войны. Украинцы выбирают президента своей страны не раз в 25 лет, как мы. Вы хоть понимаете, что в России уже 25 лет один и тот же недочеловек вами управляет? Впереди еще как минимум 6 лет тоталитарного режима. Тоталитаризм это политический режим, подразумевающий абсолютный контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни. Многие из тех, кто пошел воевать в Украину, родились при безумном деде и умирают при нем же по его приказу. А украинцы вправе сами решать, с кем им быть с Россией или Европой. Их выбор это Европа. Они не хотят с нами иметь ничего общего. И я их прекрасно понимаю. Невозможно принудить к любви. Невозможно заставить людей хотеть быть рядом с убийцами, насильниками и преступниками. Мы недостойны прощения у тех, у кого наша нация забирает сейчас будущее. А в истории именно россияне будут прописаны во всех учебниках, как захватчики и оккупанты, как преступники, мародеры и насильники. А пока в Луганске приходят в себя. Жители российского комсомола жалуются на град, который за 10 минут побил весь урожай на огородах. Вот такой величины градинки. Боже, что еще скажешь. Вот 10 минут града. И весь урожай на смарку. Все наши труды. Сейчас вон все закрыли. А толку-то? Лед там лежит. О, какие лужи. Ужас, ужас один. 10 минут. Своё дело сделал град. Он на грядках до сих пор. Карма с ураганом и градом обрушилась и на Челябинск. Это просто вот всё град. Это мы поехали в деревню. Вот что происходит тут с дорогой. Капец, я не знаю, я боюсь ехать через это. Неприятная ситуация с погодой в Ульяновске. Такая вот обстановка возле центрального рынка. Купальный сезон открыт, можно купаться. Обрушился ураган и на Оренбург, который снова затопило. Однако в этот раз, жалуются и на мор рыбы. Бег, бег, бег! Бег, бег! Боже, сколько рыбы, ужас. Эти хорасти хорошие. Тихо, блядь, 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 бег, бег. Ещё одна, ещё одна. Вижу, вижу. Вроде, карась чистая. Что за пашок-то какой? Особо сильно после ливня сегодня утонул Новосибирск. Да. Да. До... Тихо, правда? Вот первая жертва Хочется на светом ключе воды набрать, пожалуйста, набирайте Но в купельный пройти Пойдем мы туда, к тому мостику, да, куда пойдем? Мощный ураган прошелся и по Самарской области Сильный ветер там уносил палатки, а дороги превратились в бушующие реки Каждый день погода наносит России многомиллионные убытки Увидим палатку строителей Лепота Лепота О, чувак Тем временем, наши беспилотники сегодня успешно атаковали российский аэродром Моздок, который находится в Северной Осетии Как минимум шесть дронов прилетели на военно-воздушную базу, где располагаются российские бомбардировщики Местные жители в ужасе наблюдали, как дроны пролетают мимо них и летят прямо на военный объект Прежде чем поразить цели, они пролетели более тысячи километров Как мы видим, в российских системах противовоздушной обороны имеются большие дыры, и этим нужно пользоваться Одновременно с тем, наши более активно, начали применять самолеты Як-52 для охоты за российскими разведывательными дронами Так сегодня в Николаевской области Як-52 отправился на перехват российского дрона-зала